Иов, глава 42. И отвечал Иов Господу и сказал, Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха. Теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елефазу, Фемонитинину, Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. И пошли Елефаз Фемонитинин, и Велдат Савхейнин, и Сафар Наомитинин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лице Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кисите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, тысяча пар валов и тысяча ослиц. И было у него 7 сыновей и 3 дочери. И нарек он имя первой Иемима, имя второй Кассия, а имя третьей Керенгапух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочери Иова. И дал им отец их наследство между братьями их. После того Иов жил 140 лет и видел сыновей своих и сыновей сыновних до четвертого рода. И умер Иов в старости, насыщенной днями.